Я сегодня вам буду рассказывать не о том, как продвигать видеоролики, хотя об этом мы тоже поговорим, но я расскажу вам еще и почему их необходимо продвигать, и почему бизнесу, инфобизнесу и вообще интернет-бизнесу, и даже бизнесу, который работает офлайн, очень нужно видео, а, соответственно, очень нужен раскрученный канал на YouTube, и, соответственно, очень нужен человек, который это умеет делать. Скажите, пожалуйста, у кого из вас, давайте так будем, сделаем, тот, у кого уже есть свои видеоролики, поставит пятерку, у кого есть канал на YouTube, поставит шестерку, соответственно, у кого есть и то, и другое, поставит 5,6. У нас есть такие люди, у которых есть и пять, и шесть. И часть из них уже учились у меня. Меня это радует. Вижу знакомые лица. Лариса, Люба, Галина. Так, очень приятно. У остальных, насколько я понимаю, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек имеют. Остальные не имеют ни каналов, ни видеороликов. Ну что ж, тоже неплохо. Неплохо, потому что если мы начинаем с нуля, то мы, как правило, но зная, как это все надо делать, мы начинаем правильно. Потому что основная масса тех людей, которые сейчас имеют каналы на Ютубе, сделали это давно и неправильно. Поэтому те, у кого еще ничего нет, не должны никоим образом расстраиваться, потому что сейчас вы получите пакет информации, который, я думаю, вас вдохновит и мобилизует на то, чтобы все это заиметь. Итак, зачем же нам нужно продвигать видеоролики в топ-бугла? Как вы думаете, какие есть идеи? Ученики молчим. Остальные какие-нибудь идеи подкиньте? Ну, в чате. Ну, это не просто так мы их продвигаем туда, правильно? Что, никто не знает? Трафик. Хорошо. Еще что? Ну, хорошо. Я не буду вас тогда мучить. Действительно, для продвижения своего бренда, деньги, имидж. Хорошо. Ну, действительно, мы продвигаем видеоролик не для того, чтобы его продвинуть на самом деле, а для того, чтобы продвинуть нечто, что нам создаст дополнительный приток или клиентов, или партнеров, или подписчиков, или тех и других и третьих на наши продающие подписные странички. То есть, мы говорим сейчас с вами о видео для бизнеса, и поэтому мы будем говорить именно над такими терминами. Хотя, если вы хотите продвигать, так скажем, только свой бренд, то это, в общем-то, технология, она тоже очень и очень хороша. И многие на этом тоже зарабатывают. То есть, мы продвигаем правильно, как написал Сергей, для увеличения продаж. Как же это сделать правильно? И почему, собственно говоря, сейчас возникла такая необходимость? Ну, вы знаете, что, в общем-то, есть много различных вариантов продвижения своих ресурсов. Я думаю, что среди вас есть интернет-предприниматели или люди, которые продвигают что-то с помощью интернета, и знают, что есть платные и бесплатные методы. И знаете, что из платных методов один из самых, так скажем, популярных – это продвижение с помощью контекстной рекламы на Яндекс.Директе. И там постоянно меняются условия. То есть, человек только приспособился, наладил свою рекламную кампанию, ба-бах, и опять нужно изучать какие-то новые талмоты, опять подстраиваться, опять тратить деньги, опять получать меньше, чем, в общем-то, получал, например, в прошлом месяце и так далее. Какой еще есть платный метод? Из популярных есть еще платный метод, например, покупка рекламы в чужих рассылках. Наверное, те, у кого есть рассылки, знают, что открываемость писем сейчас резко упала. То есть, если раньше мы говорили о 20-25% и это было нормально, сейчас найти рассылку, в которой открываемость писем свыше 10%, если в ней, конечно, достаточно большое количество подписчиков, уже трудно. То есть, соответственно, мы, опять же, будем переплачивать деньги, получать подписчиков, ну, гораздо дороже. В то же время мы этим пользуемся, а не используем такой прекрасный метод, как продвижение с помощью видео. В то же время мы делаем видеоролики. Причем делаем видеоролики разные, согласитесь. То есть, если посмотреть на каналы предпринимателей, то там есть видеоролики с их путешествия, например, так, видеоролики обучающие, видеоролики, которые способны, в принципе, продавать. Но надо знать, как. То есть, ну, не в прямом смысле этого слова. Видеоролик, который снят, например, из поездки, его напрямую использовать, как продающий, конечно, нельзя, но косвенным образом можно. В то же время вы можете так раскрутить свой канал или канал своего, человеку, с которым вы сотрудничаете, что у вас практически любой видеоролик будет идти на урон. Ваш видеоролик будут ждать, как горячие пирожки, так сказать, в обеденный перерыв на любой работе. Так вот, давайте подведем итог тому, что я сейчас только сказала. Видеоролики сейчас практически есть у каждого интернет-предпринимателя. Они загружены на YouTube или на какой-то другой видеосервис. Каналы, как правило, не оптимизированы, не приспособлены для того, чтобы использовать их как рекламная площадка. Это просто склад. Давайте сравним это, представим себе, что у нас есть свалка, скажем так, кладовка, в которой стоят картины. И, ну, вот, стоят они или лежат на валку. А есть другой вариант, когда они висят у вас на стенке с бирочками и так далее. И, естественно, что если они у вас будут висеть в галерее картин, то это будет смотреться гораздо лучше. И с этого вы можете уже начать зарабатывать какие-то деньги. А если это всё лежит мёртвым грузом в кладовке, то, естественно, и показаны там один раз по случаю, и всё, то, в общем-то, они, попросту говоря, не просто не приносят деньги, но и даже, в общем-то, портятся. Хотя, в прямом смысле этого слова, конечно, они не портятся, но, в общем-то, не приносят никакой пользы. Теперь давайте рассмотрим ещё один момент. У инфобизнесменов уже давно отлаженный бизнес, который постоянно требует трафика, ну, то есть притока новых клиентов. Если для кого-то трафик – это слово, как бы так скажем, не совсем понятное, то притока новых клиентов. В то же время у них много разных задумок, и, в общем-то, некогда заниматься такими делами, как настройка канала на это. Я разговаривала за последние пару месяцев с не одним десятком инфобизнесменов. Все шашлись на этом. На том, что им нужен помощник. Помощник, который мог бы всё это делать, причём изначально он должен был бы разобрать вот этот завал в этой самой кладовке, развесить все видео так, как положено на стеночке, ну, как картины на стеночке, так, разобрать, сделать так, чтобы всё это было в хорошем состоянии. И после этого каждую картину, которая новая будет, каждое видео, которое будет новое, ставить на нужное место и делать так, чтобы это видео постоянно приносило, ну, приводило, как минимум, приводило клиентов. Ну, или, так скажем, как минимум подписчиков этих клиентов с помощью разных маркетинговых, вернее, этих подписчиков с помощью разных маркетинговых учреждений превращали бы в клиентов, то есть в покупателей, и делали бы их постоянными клиентами, постоянными подписчиками и так далее. Интересно ли это? Скажите, пожалуйста, у кого из вас есть свой бизнес? Давайте поставим десяточку. Пошли. Интересно, прекрасно. Тогда давайте. Ну, у меня следующий слайд здесь, меня Антонина хорошо представила, и я не буду уже на этом останавливаться, и поэтому пойдём сразу к следующему слайду. На этом слайде я хочу, чтобы вы прониклись ещё большим уважением к видеоконтенту, который вообще создаётся, и его роли в нашей жизни, роль видео всё больше и больше, как бы становится всё больше и больше. Вот смотрите, по оценкам аналитического центра Video International, объём рынка видеорекламы в российском сегменте всемирной сети в первом полугодии этого года вырос на 60-75% и составил уже 1 миллиард рублей. Думайте. То есть это прям громадное количество денег. К концу 2013 года эта цифра дойдёт до 2,5-3 миллиардов рублей. Мы же с вами живём в конце, уже конец нашего года. То есть удваивается и утраивается. Теперь смотрите ещё какое исследование. Мужчины тратят на просмотр видео в месяц в среднем 22,2 часа, то есть 44 минуты в день. Женщины 17,3 часа в месяц, то есть около 35 минут в день. Вдумайтесь в эти цифры, то есть вот эти цифры, они могут начать работать на вас и не просто люди будут смотреть видео, но и становиться вашими подписчиками, партнёрами и клиентами. Как это сделать? Мы сейчас как раз об этом и будем говорить. Теперь давайте поговорим, почему же, собственно говоря, о YouTube? Или почему мы используем именно этот хостинг, а не какой-нибудь другой. Мы на следующем слайде увидим ещё целый ряд преимуществ, но сейчас вот я назову следующий. Бесплатен. Видео просмотры растут по экспозиции. Чем старше видео, тем больше просмотров. И это действительно так. И в отличие от рекламы, реклама стареет и становится неинтересной. Видеоролик, если он имеет много просмотров, то можно его сравнивать с выдержкой вина. Вы знаете, почему-то здесь вот на слайде бутылка перевернулась. У меня она, честно говоря, была нормальной. Повёрнута как раз на 180 градусов. Но это не важно. И дальше ошеломляющая статистика, от которой у меня, честно говоря, голова кружится, когда я её вижу. Потому что очень трудно её оценить. Платформа YouTube забирает 55% от трафика видеоплатформ, всех видеоплатформ. А их вот в моём списке, например, то есть это списки тех платформ, в которые можно грузить видеоролик для жителей России, 56, по-моему. То есть, понимаете, и 55% от всего вообще трафика мирового. То есть есть ещё платформы, на которые мы просто не загрузим, с нашего IP там не пустят. Вот так. Дальше. 60 часов видео загружается каждую минуту. Опять же, вдумайтесь. Каждую минуту 60 часов видео. В 2012 году было, на видео на YouTube набрали более триллиона просмотров. Я эту цифру просто не представляю. Мне проще вот как раз 60 часов видео за минуту представить. Так. Дальше. 3 миллиарда просмотров в день видеороликов. Так. Дальше. YouTube это вторая по величине после Google поисковая система. Я не знаю, как вы поступаете в том случае, если вам нужно, например, разобрать какую-нибудь программу, которую, ну вот вы скачали какую-то программу и не знаете, как ей пользоваться. С некоторых пор я сразу же иду на YouTube, набираю название этой программы и, как правило, там бывает несколько видеороликов. Выбираю то, что мне, так сказать, более понятно и смотрю и настраиваю. Программа, то есть, YouTube действительно реально отличная поисковая система. И может конкурировать с ней только Google, но и по посещаемости YouTube, третий по посещаемости сайта. Первый сайт у нас Google, второй сайт у нас Facebook, причем Facebook с YouTube все время конкурирует. И несколько лет назад Google приобрел YouTube, и с тех пор они в таком тандеме выступают. И Google, как хозяин, так скажем, YouTube, или даже как партнер YouTube, я не знаю, как это правильно сказать, он всегда очень трепетно относится к видео и продвигает видео. То есть, если уж видео хорошее, то это видео будет продвинуто в Google выше, чем что бы то ни было другое. Ну и еще хочется сказать, что средний посетитель проводит на сайте где-то более 15 минут в день. Вот где он добирает остальные женщины 35-20 минут и до 44 мужчины, мне не совсем понятно, так, но, видимо, все-таки здесь, там, на том слайде или более поздняя статистика, или там здесь вот учитываются еще дети там и так далее. Так, ну, не будем к этому придираться. Даже 15 минут в день в среднем – это очень много для видео. И за эти 15 минут вы можете успеть показать человеку несколько видео, и он примет решение, которое вам и ему будет полезно. И теперь давайте поговорим о том, какими же качествами у нас должен обладать человек, который занимается продвижением, вернее, скажем так, что должен уметь делать тот человек, который продвигает видео, неважно, свои видео или чужие видео, и какими должны быть эти видео. Знаете, я вам открою секрет, вы потом посмотрите наши кейсы или наши результаты нашего продвижения, и вы поймете, что это действительно так. Видео у нас смотрят люди, и только люди. Роботы, которые занимаются ранжированием, так будем говорить, ранжированием видеороликов, они не смотрят видео, они смотрят только то, что вокруг видео. И они сопоставляют только текстовый, так скажем, материал. Поэтому от качества видео его продвижение в топ совершенно не зависит. Видео может быть снято на телефон, видео может быть снято в плохом качестве, тем не менее вы его можете продвинуть в топ гугла и получить от него то, что вы хотите. Но на самом деле продвигать в топ гугла средненькие видео, и тем более плохие видео, не имеет никакого смысла, потому что это будет немножко отражаться на вашем бренде. Но тем не менее у нас были случаи, когда у нас люди приходили на тренинг и продвигали очень любительские видео. Просто мы подбирали определенным образом, так скажем, окружение этого видео и делали, и создавали продвижение, то есть продвигали это видео в топ, причем оно и до сих пор там находится. Итак, для того, чтобы ваше видео было легче продвигать, оно должно быть цепляющим. Потому что если мы сделаем, так сказать, видео для людей, они будут, и это видео будет им интересно, они будут его передавать друг другу, они будут им обмениваться, они будут посылать его по электронной почте, они будут обмениваться в социальных сетях, это создаст определенный вирусный эффект. Значит, для того, чтобы это произошло, желательно, чтобы ваше видео, которое вы собираетесь продвигать, было длительностью 2-3 минуты. Вы скажете, ну, что там можно сказать за 2-3 минуты? Можно. То же время вы будете продвигать не все видео, например, длинные интервью или там какие-то видео, которые вы создали для обучения, они не подлежат вот в прямом смысле этого слова продвижению, хотя их тоже можно продвинуть. Дальше. Если это видео снято вживую, или это скринкаст, снятый с экрана, то видео нуждается хотя бы в минимальном монтаже. Ну, опять вспомним нашу картинную галерею. Если вы возьмете просто картины, без всяких рамок, без всего, ну, наставите или навешайте их так, как у вас гвозди на стене набиты, например, так, то, в общем-то, это не будет так хорошо смотреться, как если вы сделаете все так, как положено. А что значит, как положено? Вы сделаете заставку на видео, вы сделаете хотя бы, ну, слайд с названием его, вы почистите звук, если там что-то было записано не так, вы вырежете какие-то места, где, предположим, камера была, наезжала, отъезжала и так далее. То есть вы сделаете из сырого видео, сделаете нормально смонтированное видео. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, кто из вас уже монтирует, то есть не просто снимает и грузит на YouTube, а как-то монтирует ваши видеоролики? Поставьте пятерочку. Есть такие. Очень хорошо. Ну вот практика показывает, что если продвигать видео без какого бы то ни было монтажа, то оно и с монтажом, с тем же контентом, так сказать, с монтажом, то, как правило, видео с монтажом набирает просмотр гораздо быстрее и, в общем-то, ну, люди смотрят его более охотно, ну, как любое законченное произведение искусства, будем так говорить. А если у вас просто вот видео, да, исключение составляет только репортажи с места событий, вот их не рекомендуют как-то оформлять, потому что, ну, репортаж, он и есть репортаж. Дальше. Что должно еще быть в видео? Конечно, должен быть качественный контент, то есть качественное содержание вашего видео. Если вы рассказываете о том, как вязать крючком, вы должны рассказать от начала до конца и уложиться вот в эти 2-3 минуты какой-то один прием. Потом вы можете рассказать там какой-нибудь второй прием и так далее. Для живых видео, то есть для видео, которые сняты на кинокамеру или на телефон в режиме потокового видео, нужно соблюдать правила композиции. Об этом тоже надо знать. То есть не должно быть так, чтобы у вас, например, на видео... резалась фигура пополам как-то или, наоборот, был виден только один рот и левый глаз, например. То есть это будет уже из серии ужастиков, хотя ужастики достаточно хорошо продвигаются, но я не думаю, что вы именно это хотите. Поэтому нужно, естественно, правильно композицию. Дальше. Музыкальное оформление и качественный звук. Вот качественный звук, который вы записываете сами или если у вас предусмотрен, то, значит, это записывает диктор, это очень важно. Пожалуй, одно из самых важных, один из самых важных моментов, потому что если у вас будет звук типа там бу-бу-бу-бу-бу, так-то видео, какое бы оно там ни было хорошее, в каком бы ни было оно HD-качестве, выключат, потому что слушать вот бу-бу-бу совершенно невозможно. Если у вас хорошо записанный звук, то вы можете на него наложить музыкальное оформление. Оно должно быть тихое. Ну, в начале, когда идут титры, можно сделать его погромче, но вообще настолько тихое, чтобы это был фоновый звук, и чтобы звук вашего голоса слышался без всякого напряжения. Громкое музыкальное сопровождение заставляет снимать людей наушники, а это уже следующим этапом будет выключение видео. То есть помните об этом. То есть качественный звук – это, ну, пожалуй, 80% успеха вашего видео. Если ваш видеоролик будет, ну, там, смазанное изображение где-то, что-то, может быть, где-то дёрнется, ничего страшного будет, это вам простят. Но если вы будете бубнить, если ваш голос будет с хрипами, если он будет, ну, с таким, ну, сразу видно, что какие-то помехи, то вас никто слушать не будет. Дальше. У вас желательно, чтобы была интересная картинка фона для живого видео и интересные заставки или превьюшки для скринкаста. То есть это будет привлекать. Мы об этом ещё чуть-чуть подальше поговорим. И самое главное, что должно быть в вашем любом видео. Неважно, это будет видео про вашего домашнего питомца, это будет видео про ваше путешествие, или это будет продающее видео, а тем более для продающего видео. Там должен быть призыв к действию. Причём этот призыв к действию, он может быть ненавязчиво проходить несколько раз по вашему видео и, естественно, быть в конце. То есть когда человек... То есть нужно нагнетать так обстановку, ну, или так нагнетать эмоции вашего зрителя, чтобы он очень хотел или подписаться на рассылку, или пойти, перейти на сайт, на котором подробнее рассказывается о том продукте, о котором ваше видео, или срочно купить тот продукт, о котором вы рассказываете. И в этот момент, когда человек уже дозрел, ну, вспоминаем, так скажем, классику нашего жанра, классику нашего видео, этого человека нужно брать каким-то тёпленьким, да? Вот. Когда он на эмоциях. Лучше всего, чтобы он вот на этих самых эмоциях совершил покупку. И вы знаете, какое счастье. В сентябре месяца этого года YouTube разрешил практически всем пользователям, то есть, в принципе, всем пользователям, которые не нарушают его, ну, что ли, законов, не нарушают в основном авторских прав соединять своё видео со своим сайтом. А что это нам даёт, как вы думаете? Какие у кого есть мысли на этот счёт? Вот если бы человек уже, человек уже дошёл до того, что вы рассказываете, например, например, так, вы рассказываете о каком-то, ну, о какой-то книге, которая, или о каком-то курсе, который, ну, позволяет, скажем так, ну, сбросить 10 килограмм к Новому году. Ну, почти фантастический вариант, но тем не менее. И вы рассказываете это так красиво и так вкусно, что человек очень хочет. Вот очень хочет. Ну? Так. Так вот. Представим себе, что вот человек этот очень хочет, он очень хочет похудеть к Новому году, постройнеть к Новому году на 10 килограмм, и, соответственно, он уже готов приобрести этот курс. Но если он уйдёт, вот сейчас с этого видеоролика, пойдёт бродить, вы его переведёте там на блог, заставите подписаться на рассылку, он может, ну, как бы расхотеть, подумать, что Новый год ещё не скоро, вернее, так скажем, к этому Новому году я уже не успею это сделать, а до следующего Нового года ещё долго, ну, и так далее. То есть надо брать товар, пока он тёпленький. И поэтому самый лучший вариант – это делать активный переход, делать активные ссылки, делать активные кнопки. Вот об этом мы будем подробно говорить на нашем тренинге, который состоится, который мы начнём для тех людей, которые захотят стать администраторами канала после 15 января. То есть мы решили, что до Нового года уже не успеем, потому что тренинг у нас достаточно объёмный, то есть рассчитан он на 2 недели плотной работы, а времени сейчас уже как бы до Нового года не остаётся, люди на Новый год разъезжаются, поэтому вот такой вариант. Подробнее мы сейчас с вами ещё чуть попозже поговорим об этом. Ну, мне очень радостно, что вы поняли, что вот если такой вот момент сделать, то есть если соединить наш ваш видеоролик, например, с кнопкой покупки, мы сейчас тоже об этом поговорим, то это будет очень здорово. Как, Наталья, я расскажу чуть попозже. У меня здесь есть слайды как раз на эту тему. А сейчас мы с вами ещё поговорим о фишках, которые о эффективности вашего видео для продвижения и для бизнеса. Ну, это фактически разговор будет идти о сценарии видео. То есть как его правильно, ну что ли, распределить. С чего мы начинаем всегда? Это с вступления. Во вступлении вы должны рассказать, какую пользу принесёт ваше видео. Если вы сразу начнёте говорить, кто вы и что вы, есть большая вероятность, что выключит видеоролик. То есть вы должны рассказать о том, во вступлении вы должны рассказать, какую проблему вы собираетесь решить. Дальше вы делаете то, что мне здесь написано, брендирование, то есть вы рассказываете о себе или о своей компании. Дальше вы рассказываете, почему нужно смотреть это видео и как долго по времени. Ну, например, вы говорите, что это видео рассказывает о том, как похудеть к Новому году на 10 килограмм. И в конце я дам вам очень хороший рецепт, который позволит вам это сделать. Дальше. Как бы вот вступительная часть заканчивается. Вы тут должны уложиться как можно в меньшее время. То есть если вы сумеете это сделать за 30-40 секунд, это великолепно. Дальше вы даёте ценный контент, которым вы рассказываете именно свои, свой какой-то, какие-то даёте свои фишки. То есть вы даёте то, что вы можете дать бесплатно, даёте какую-то затравку. После того, как вы расскажете это, вы кратко резюмируете вышесказанное. То есть вы рассказываете, даёте, ну, как бы тезисы. Некоторые делают это наоборот, но лучше делать это именно так. То есть наоборот, это в том смысле, что перед тем, как рассказывать, о чём они будут говорить, они дают тезисы. Лучше дать сразу материал, а потом кратко резюмировать, так сказать, вышесказанное. Очень хорошо, если вы сможете дать простую рекомендацию на результат. То есть дать какой-то совет. Ну, например, я что-то меня сегодня на похудение, так скажем, потянула. Ну, например, скажем так, что каждое утро начинайте с стакана горячей воды. Дальше идёт призыв к действию. Естественно, не к выпиванию горячей воды, а к тому, что должен человек сделать для того, чтобы приобрести ваш чудо-курс, с помощью которого человек сбросит ненавистные 10 килограмм. Так? То есть что это может быть? То есть это может быть, опять же, это вот самая активная ссылка для перехода на страницу платёжной системы. Это может быть ссылка на продажник, если вы хотите ещё докрутить человека, так скажем, текстом. Или это может быть подписка на рассылку, если, предположим, вы не собираетесь сейчас ему что-то продавать, а собираетесь довести его до кондиции, так скажем, с помощью писем. И обязательно должна быть, должно быть этот призыв к действию подкреплён какими-то значками. Ну, например, это стрелка на видео, которая показывает или вниз, или вправо. Ну, так обычно бывает на подписных страницах. То есть форма подписки бывает справа или внизу под видео. Или же рассказывается, что под видео есть кнопка, с помощью которой можно оплатить. Но, опять же, как я говорю, этим мало кто пользуется, но вы сможете этим воспользоваться, потому что эта техника не требует каких-то больших материальных, вернее, вообще никаких материальных затрат. Это делается с помощью нескольких, так скажем, настроек. И вы получаете возможность поставить кнопку на свой видеоролик, активную кнопку, которая будет переводить вашего зрителя туда, куда вам надо. Как вы считаете, активные кнопки, активные ссылки могут продвинуть ваш бизнес? Если да, поставьте восьмерочку. Спасибо. Очень хорошо. Что-то у меня только не двигается. Лайк. Не поняла. Теперь давайте поговорим о том, каким же образом нам надо оптимизировать видеоролики. Ну, в принципе, у нас мы делаем три оптимизации. Оптимизация канала, оптимизация видео и оптимизация плейлистов. Давайте остановимся сейчас на, раз у нас уже открылся этот слайд, на оптимизацию видео. Вот, скажите, пожалуйста, есть два способа загрузки видео на канал. Вот те, у кого есть каналы, я тут проводила опрос человек восемь, наверное, с каналами. Скажите, пожалуйста, как вы загружаете видеоролик? С каким названием вы загружаете видеоролик? Напишите, пожалуйста, вы обращаете на это внимание или нет? Давайте так, кто обращает внимание, поставит девяточку, а кто не обращает, поставит нолик. Ну, Ларис, конечно, обращаешь. Как же столько учили? Или оба тоже обращают? Так. Ноликов у нас нет. То есть, все обращают внимание. Ну, хорошо, для тех, у кого нет канала, или кто постеснялся нарисовать нолик, я скажу, основное правило, которое нарушает 90% тех, кто загружает видеоролики на YouTube. Перед тем, как ролик загрузить, вы должны придумать название, вы должны подобрать теги, то есть, те слова, ключевые слова, по которым вы собираетесь продвигать видеоролик. Выбрать основное ключевое слово или фразу и именно этим словом или фразой назвать видеоролик. Но все-таки есть у нас человек, который не обращает внимания на то, как назван видеоролик. То есть, на компьютере у вас видеоролик должен быть назван так, как он будет назван на канале, ключевым словом. Это очень важно, очень важно, настолько важно, что иногда мы заказчику советуем даже видео с некоторым количеством просмотров выгрузить и загрузить заново. Только из-за того, что файл, то есть, вот, ну, видеоролик, который был создан на компьютере, был назван как-то так, вот там, 6898 MP4. Понимаете? не обязательно, чтобы, если у вас, например, вот у меня есть видеоролик, роль видеомаркетинга в бизнесе, так, это интервью с Павлом Бересниевым, совершенно не обязательно, чтобы было у вас на компьютере написано все название, но вот та фраза, по которой вы будете продвигать, должна быть написана. Вы, конечно, можете промахнуться и начать продвигать и понять, что все-таки это не то, но все равно вы будете продвигать тогда по какой-то похожей фразе. Самое главное, чтобы это было выполнено и менять не на YouTube при загрузке название, а именно на компьютере. то есть чтобы видео загрузилось именно с этим названием. Запомнили? Запишите себе. Это одна из основных мыслей, которые нужно знать. Дальше мы составляем заранее, еще до того, как мы видео грузим, составляем описание на вордовском файле. В этом описании у нас должно быть упомянуто три раза ключевое слово, по которому мы продвигаем. Если мы хотим, чтобы у нас были задействованы и другие ключевые слова, то мы включаем их также в описание. Описание мы пишем для людей, не для роботов. То есть оно должно быть хорошо читаемым, но в то же время мы пишем и для роботов. То есть вот эти самые ключевые фразы мы пишем для роботов. если будет три раза повторено ключевая фраза, которая у нас в названии и в названии файла, то роботы в общем-то скажут ага, здесь человек хочет продвигать видео и им заинтересуется. Нам же ведь это надо, правильно? Дальше. С чего мы начинаем описание? Ученики молчат, потому что они это тоже знают. Скажите, пожалуйста, что должно быть в первой строчке описания? С чего вообще должно начинаться описание? Какие есть версии? Пожалуйста, напишите, какие у вас есть версии. Адрес сайта. Еще какие есть версии? С ключей. Так, еще что? Еще есть версии? Да-да-давайте так, у кого нет версии, ставьте нолик, чтобы я знала, это что такое. Наталья, если можно по-русски. Не могу понять, что это такое. Вонзу. А, со скайпа. Хорошо. Так. Версии больше нет? Хорошо. Ну, я хочу сказать, что первая версия была самая правильная, ее дала нам Лиза. Так вот, всегда должно, описание должно начинаться с той ссылки ключевой, на которой вы хотите, чтобы человек, которому понравилось видео, перешел. Это может быть адрес вашего сайта, не название, а именно адрес. начинающийся с букв http. То есть не www, как некоторые делают, а именно с http начинается. И вы вставляете его в самом первом, вот самом левом, так скажем, ну что ли, с этого начинается, короче говоря, описание. Вот если вы посмотрите, здесь немножко, конечно, мелковато на этом слайде, но вы получите распечатку, там вы увидите, так, то есть начинается именно вот с названия сайта, то есть со ссылки на сайт, на подписную страницу, на продающую страницу, в общем, туда, куда вы хотите послать вашего зрителя, вот эту ссылку и ставите. и дальше вы как ни в чем не бывало продолжайте писать об этом видео, пишите все, что вам интересно, все, что вам нужно рассказать в этом описании, в принципе, описание бывает нескольких вариантов, но самое простое это составить описание, которое пересказывает видеоролик, вы это делаете и таким образом вы делаете в общем-то описание для своего видео. Еще есть одна очень интересная штучка, она называется тайминг. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, кто знает, что такое тайминг? Кто вообще видел тайминг на видео? Так, ну есть кто-то, да? Кто видел? Ну, вообще, что такое тайминг? Это вообще будем так говорить меню, которое делается видео по времени. То есть вы можете раскадровка или именно содержание вашего видео поминутно. Ну, не обязательно поминутно. Вот, если, например, это интервью, то, как правило, задаются вопросы, например, на 0, на 40 секунде задается вопрос, дальше идет ответ, потом, например, на минуту там 12 задается следующий вопрос и так далее. То есть, вот прописываются вопросы и прописываются основная мысль, так скажем, ответов. Для чего? Нет, это делается не на видео, это делается в описании тайминга. Для чего это делается? Для увеличения количества просмотров, для того, чтобы человеку было интересно смотреть это видео, может быть, несколько раз, для того, чтобы он смотрел именно те куски видео, которые его интересуют. и тут очень интересно поступает YouTube. Точно, ведь мы не знаем алгоритмов по которым YouTube продвигает видео, но если в видео есть тайминг, даже в длинном видео, он его, он ему очень нравится и он засчитывает даже просмотры, которые не перекрывают 70% времени в длинных видео. Если человек просматривает это видео кусками, то засчитывается и кусочный просмотр этого видео. Начало, например, не с первой, а даже с 10-15 минуты. То есть, если человек перешел по ссылкам в тайминге, а ссылки эти активные, как делать тайминг, мы тоже рассказываем на тренинге, в принципе, это несложно. Это не сценарий, тайминг это описание видео по секундным, в котором есть ссылки как бы на то, что начинается, когда начинается какая мысль определенная. То есть, это как меню, ближе всего это к меню. Ну, да, это очень удобно. Это очень удобно для зрителя, это в принципе удобно для автора, потому что ему не надо особенно думать над тем, что написать в описании, он делает тайминг, и как бы у него есть описание, в котором в тайминге ему, даже если человек говорит не теми словами, которые ключевые, он может написать это ключевыми словами, понимаете, это не дословный пересказ видео, и не транскрибация видео, а вы там можете использовать ключевые слова, которые вам нужны конкретно. Так, то есть, заменять те слова, которые говорит человек синонимами, именно под ключевые слова. Да, это близко и к главлению книги, правильно, на Галин. Вот, в принципе, сделать тайминг несложно, поэтому, но мы этому тоже уделяем время на нашем тренинге, потому что, в общем-то, администратор канала, он должен владеть этими навыками и, в принципе, этому научиться достаточно легко. Итак, что еще очень важно для оптимизации видео, чтобы в конце видео была ссылка на это самое видео. Многих это очень сильно удивляет, но вас не должно удивлять, потому что YouTube очень любит YouTube и Google, очень любит обратные ссылки. Наверное, вы знаете, что это такое. видео, то есть это в том случае, если у нас человек, то есть если видео встраивается на какой-то сайт, то, в общем-то, YouTube получает обратную ссылку. Как это сделать? Ну, как правило, при раскрутке мы отправляем видео гулять по социальным сетям, и, соответственно, в социальных сетях отображается это видео, и в описании будет обратная ссылка. То есть если мы вобьем ее в описании. И, соответственно, роботы это увидят, что многие сайты начинают ссылаться на это видео. Значит, оно, то есть роботы его замечают и начинают его так же продвигать в топ YouTube и в топ Google. Еще в конце видео очень хорошо ставить ссылку на ваш ресурс, ой, на ваш канал. Ну, можно написать так, что если вам понравилось это видео, вы хотите быть в курсе всех событий, подпишитесь на канал, и вы этот призыв обязательно делайте в аннотации, и обязательно делайте этот призыв в описании, в конце. Тогда люди, которые увидят ваш ролик в социальных сетях, они или где-то еще, они открыв описание смогут перейти на канал и подписаться. Конечно, они могут подписаться и на ролики, но у нас люди разные, и лучше продублировать это. Тем более, что это будет еще одна ссылка на YouTube. Дальше теги. Здесь уже были вопросы, как поставить много тегов. Ну, во-первых, тегов там можно поставить достаточно много, а продвигать продвигаем мы практически по одному словосочетанию, по одному ключевому запросу. Но вы можете подобрать теги, подбираем, мы подбору тегов уделяем большое внимание на тренинге, подбираем мы их с помощью различных программ и различных сервисов. И эти теги, то есть мы можем вставить тегов порядка 450 знаков с пробелами. Вот столько вы можете вставить тегов. А сколько это будет слов и словосочетания это уже зависит от вас. Вот. И аннотации. Аннотации это довольно-таки давнишняя фишка YouTube, но ими тоже очень мало пользуются. И если пользуются, то для того, чтобы призвать подписаться на канал, что тоже бывает крайне редко, или призывают там, например, поставить лайк в нужном месте. А вообще призывов у нас может быть несколько на одном и том же видео, и мы должны решать основные моменты какие. Мы должны вести диалог с зрителем, то есть мы должны ему задать какой-то вопрос, и в результате он должен ответить на этот вопрос в комментариях. Мы должны попросить его оценить это видео, поставить лайк, мы должны попросить его подписаться на канал, мы должны попросить его сделать коммерческий, так скажем, прийти по какому-то коммерческому своему предложения. Все это можно сделать заранее, так скажем, спланировав, где и как это будет сделано на ролике. И, собственно говоря, вы можете сделать активные ссылки, о которых мы сейчас с вами и поговорим. О подробности вы о том, о чем я рассказала, сможете прочитать в бесплатной книге, которую мы вам, как участникам этого тренинга, дарим. Участникам, вернее, вот этого саммита, дарим. Это книга моего партнера по бизнесу Маргариты Минковой. Пять рычагов, поднимающих ваше видео в топ-10 Google и Apple. Так. Оптимизация видео. Ну, мы с вами немного уже говорили об оптимизации канала. Теперь еще давайте поговорим об оптимизации плейлистов. Но прежде я хочу узнать вот о чем. Скажите, пожалуйста, кто из вас создает плейлисты на своем канале? Давайте поставим, мы много цифр ставили, четверку. Любовь создает. Еще бы. Кто еще создает? Кто не создает, нолик ставим, чтобы я видела, что вы не спите. Есть такое. Так. Ну, я так понимаю, что многие даже и не знают, что это такое. Ну, опять же, давайте вернемся к нашей с вами картинной галереи. Вы знаете, что картинные галереи, они, конечно, по-разному могут быть устроены. Но обычно так. В одной комнате у нас показываются, например, натюрморты. Так. В другой комнате пейзажи, в третьей портреты. Вот приблизительно можно так сказать, что вы создаете какие-то плейлисты. Это могут быть... То есть, ваша фантазия тут совершенно ничем не ограничена. Вы можете создавать плейлисты как по тематике, так и по, например, оформлению. То есть, вы можете собрать все слайд-шоу в один плейлист. Потом вы можете собрать все, например, скринкасты в один лист и так далее. А можете все разделить по тематике. Например, видео про птичек это в одном месте, видео про то, как строить сайты в другом месте, а видео про то, как делать видео в третьем плейлисте. Для чего это надо? Ну, во-первых, удобно самим, когда все у вас разделено по ящичкам. или по комнаткам, то вам, естественно, это удобно и приятно заходить на канал. Но не только это. Каждое видео, которое у вас объединено в плейлист, вы тоже каким-то образом продвигаете. Соответственно, оно у вас тоже будет продвигать. То есть, они объединены каким-то, чем-то общим. как правило, у них есть хотя бы несколько общих тегов. И, соответственно, они воспринимаются роботами тоже, как нечто объединенное в один плейлист. А у плейлиста есть свой адрес, у Rail, свое описание. И в плейлист входит общий, так сказать, облако тегов, который вы, который содержится во всех этих видеороликах. И есть еще один такой очень приятный момент. В плейлист вы можете включать как свои, так и чужие видео. И это никак не карается. То есть, вы не скачиваете видео и не закачиваете на свой канал, а просто подключаете к этому плейлисту. Это делается под видео. Есть кнопочка добавить и там добавить в плейлист с определенным названием. Вы можете создать плейлист. И я это часто очень делаю. Например, из видеороликов, которые ну о чем-то там. Например, как работать в скайпе или как загрузить плагины на WordPress. Ну и так далее. То есть, я нашла хорошие видеоуроки, например, так, я их загрузила в себе в плейлист. Они у меня уже не потеряются. Я назвала этот плейлист и сделала его закрытым для просмотра, ну, то есть, для тех, у кого есть ссылка. То есть, он никак не портит мне картину, даже если это плейлист там, ну, я не знаю, про то, как варить варенье из-за дуванчиков, а у меня другой канал посвящен видеомаркетингу. Совершенно не портит мне никак, потому что все, что у нас закрыто, ну, как для тех, у кого есть ссылка, это все, на это все роботы Ютуба не обращают никакого внимания. да, можно перегруппировать видео из плейлистов, внутри плейлистов можно перегруппировать видео, вы можете добавлять одно и то же видео в несколько плейлистов, как вам удобно, так, ну, то есть, сегодня вы делаете, например, плейлист про песни там о городах, а потом вы хотите его как-то еще там разбить на какие-то другие варианты, пожалуйста, ради Бога, делайте так, как вам хотите, делайте столько плейлистов, сколько вам надо, но тут есть еще один, очень интересный, еще есть одна очень интересная фишка, вы еще не устали? Отличная фишка насчет плейлистов такая, вы можете создать плейлист, то есть, вы решили заниматься, ну, я не знаю, предположим, ну, подкиньте какую-нибудь тему, ну, что-то тут похудением занимались, ну, давайте так, подготовкой к новому году, так, то есть, наряжанием елки, то есть, вы хотите создать серию, вернее, хотите создать видеоролик для подготовки к новому году, но у вас нет ни одного видеоролика на эту тему, вы собираете видеоролики, видеоролики на эту тему, естественно, хорошо раскрученные, с большим количеством просмотров, в один плейлист на своем канале, естественно, его делаете открытым, этот плейлист, так, и создаете потихонечку свой видео ролик, а этот вот плейлист вы всюду рекламируете, то есть, что значит рекламируйте плейлист, Продвигаете в соцсетях, сделали ли на него хорошее описание, можете сделать маленький такой видеоролик вступительный, что этот плейлист именно для подготовки видеоролика. И, наконец, вы приготовили свой видеоролик и вставляете в этот уже раскрученный плейлист. Этот видеоролик начинает раскручиваться еще быстрее. То есть вы, естественно, его раскручиваете, как обычно, по чек-листу. Чек-лист мы даем, мы не просто даем, а мы его как следует отрабатываем на тренинге. Так, а, ну вот, я бы подкинул косметику. Ну ладно, нам она еще может быть пригодится. Так вот, вы раскручиваете этот плейлист, то есть вы вставляете в видеоролик плейлист на первое место. На первое место. Вот, и он продолжает раскручиваться вместе с этим плейлистом. Если вам, предположим, вот эти видеоролики, которые его уже раскрутили достаточно хорошо, каким-то образом мешают, ну, вы чувствуете, что, например, смотрят больше не ваше видео, а переходят на другие видео, вы просто их убираете с плейлиста, и все. У вас остается раскрученный плейлист с вашим уже тоже раскрученным видео. Вот фишка, которую я вам, так сказать, дарю для того, чтобы вы могли понять, что оптимизация плейлистов – это тоже очень интересное дело. Ну, тут был вопросик насчет, можно ли перегруппировать. Это делается очень просто. Вам нужно выбрать на YouTube «Изменить плейлист», а затем перетащить мышкой в нужном порядке ваши видеоролики. То есть, прям вот как виджеты в сайт-баре вашего WordPress, вы перетаскиваете в точности также мышкой ваши видеоролики на нужное место. Вот так. Хорошо, Елена. Я рада, что вам понравилось. Так, сейчас бы еще сообразить, какой слайд следующий. Ну, еще что я хочу сказать. YouTube – это очень хорошо. Мы с вами говорили об обратных ссылках, о том, что YouTube очень любит то, чтобы ему на него ссылались. Вот поэтому вы берете видеоролик в плейлистов YouTube, то есть вы берете у Rails YouTube вашего ролика и вставляете всюду, где это можно сделать. Самый первый хостинг, на который вы можете это выложить, это на Яндекс.Видео. Тут вы сразу убиваете несколько зайцев, дай бог им здоровья. Но, тем не менее. Каких зайцев? Ну, во-первых, у вас появляется видео в Яндексе. А у Яндекса есть масса всяких сайтов. То есть если у вас хорошо раскрученный на YouTube видеоролик вставить в Яндекс, или вы вставляете в Яндекс, и он раскручивается и Яндексом, и Ютубом, то он попадает в какие-то топы. Вот я недавно делала кейсы, мы сейчас с ними их посмотрим. Я нашла видеоролики в топ-30, не знаю, по каким даже запросам, но таких сайтов очень много. Топ-30, топ-10, не знаю, они где там на Яндексе находятся, но самое главное, то, что они там есть. Если видеоролик вы вставили просто в Яндекс.Видео, то практически без вашего участия он растиражируется на несколько сайтов, и, соответственно, YouTube получит еще дополнительный приток обратных ссылок. Что ему тоже очень понравится, он будет еще дальше его продвигать и так далее. Вот всему этому, конечно, за час не научишь, и поэтому мы подробно это все делаем, так вот сами понимаете, на тренинге. А, ну, информации, конечно, на тренинге много, и те у нас, кто учился, они это подтвердят, но эта информация, она вполне может быть усвоена с среднестатистическим человеком, который далек от, вернее, так скажем, владеет компьютерной грамотностью, так что может открыть свою почту и канал на YouTube, и может усваивать информацию, ну, так сказать, в пределах средней школы. То есть здесь не надо даже иметь какое-то супервысшее образование. Ну, о критериях продвижения видео на YouTube мы с вами уже тоже поговорили. Значит, основной критерий на данный момент вы можете встретить в какой-то литературе другие критерии, потому что на YouTube за последний год несколько раз менялся, ну, как бы алгоритм раскрутки видео, на что обращать внимание. Сейчас время просмотра, то есть если видео больше пяти минут, я уже об этом говорила, 70% времени должно быть просмотрено, если меньше пяти минут, то до конца. Вот это зачитывается. Остальное может и не засчитаться. Дальше. Входящие ссылки на ваше видео. Мы о них тоже сейчас очень много говорили. Я просто уже подвожу их. Вот. Галина, сейчас мы дойдем до этого. Спасибо, что сказала. Обязательно поговорим о результатах наших учеников. Дальше. Комментарии на вашем видео. Причем, если вам люди пишут комментарии, то старайтесь отвечать на все. Конечно, кроме хамских там комментариев. И то их надо как-то тушить. В общем, короче говоря, на каждый комментарий вы отвечаете. Очень хорошо, если у вас люди там общаются, диалоги устраивают, споры. Ну, конечно, в разумных пределах. За что YouTube банит? За накрутки. Это прежде всего. Если накручивать просмотры и лайки. Вот вчера, я не знаю, есть этот человек, с которым мы вчера разговаривали в Скайпе. Ну, мне рассказали тоже историю, что видеоролик уже раскрутился до 40-й страницы Google. И вдруг пропал. Несмотря на то, что вроде бы как никаких видимых нарушений не было. То есть в Google нету, не было этого ролика, ну, где-то дня два. То есть не было буквально до 100-й страницы. Совершенно непонятно. Что? Причем видеоролик был на нулевом канале, то есть на канале нет подписчиков, на канале не было видеороликов других, никаких просмотров. Докрутился он где-то до 370 просмотров. Лайков там было 2 или 3 всего. И комментариев там, по-моему, 1 или 2 было. И вот этот видеоролик уже дошел до 40-й страницы Google. То есть это, конечно, не очень отличный результат, но тем не менее он уже был как бы... в топ-100 и даже в топ-40 Google. И по идее должен был подниматься вверх, а он просто-напросто пропал из выдачи. Есть такой момент у YouTube. Это надо тоже знать. Если ваш канал молод, если на нем еще мало роликов, которые продвигались, а здесь вообще, можно сказать, ничего не продвигалось, так то при первом продвижении вас будут очень хорошо проверять. Проверять будут на уровне 300 просмотров. Если вы очень быстро эти 300 просмотров проскочите каким-то образом, будут проверять еще сильнее до тех пор, пока не проверят. Могут проверять день, два, неделю. Ну, с этим приходится смириться. Затем, если не было никаких нарушений, то, в принципе, видеоролик у вас попадет... То есть будет продолжать продвигаться. То есть просмотры при этом будут идти, но они не будут отображаться. И вдруг в какой-то момент просмотров может выйти пачка просмотров, так скажем, сразу. И видеоролик поднимется в топе. Вот так произошло с этим роликом. То есть два дня его вообще не было. В топ-100 гугла. А потом он сразу попал на вторую страницу. То есть попал в топ-20. Это очень характерно. Вот. Так вот, еще за что могут у нас... Значит, не накручивайте ни просмотра, ни лайки. А уж если, ну, знаете, бывает такое, что надо, очень надо, тогда соблюдайте такое приблизительно соотношение, что на 100 просмотров у вас должно быть не более 20 лайков. На это обращайте внимание. Если у вас очень нравится людям лайк, видео, ну, может, YouTube даже это забанить. Ну, в принципе, у нас народ ленивый, лайки ставит. Не чаще, чем каждый пятый. Дальше. Нарушение авторских прав. Это, ну, самый основной, что ли, из-за чего люди страдают. Ну, первое. Не закачивайте чужие видео. Ну, во-первых, на чужом вы никогда не сделаете себе ни имени, ни ничего. А что вы там... А получите, так сказать, бан. И не используйте музыку, которая не нравится YouTube. Если вы сомневаетесь, загрузите видео с такой музыкой на другой канал. Посмотрите, как он относится к этой музыке. Если относится нормально, то загружайте на свой основной канал. Если бракует, значит, меняйте музыку. Ну, вот у Ларисы был очень серьезный такой конфликт по этому поводу с YouTube. То есть просто ролик удалили. То есть чаще бывает, что выставляют предупреждения. И если таких предупреждений много, то могут закрыть канал. А бывает так, что и предупреждения не выставляют, а просто ролик удаляют. Вы часто... Часто бывает так, что вы получаете ссылку, что такой-то загрузил ролик. А когда вы на него переходите, буквально через минуту, там через две, там написано. Извините, ролик удален. Так? Ну, если начинаете узнавать, то выясняется, что ролик удалил вовсе не хозяин, а ролик удалил в YouTube, потому что были нарушения авторских прав именно из-за музыки. Сейчас на YouTube есть библиотека, которая содержит достаточно много музыкальных произведений разных жанров, и вы можете загружать оттуда. Вот эти видео... Эта музыка, она никогда вам не даст бана. Угу. Вот. Ну и о партнерстве. Очень многие спрашивают. Значит, партнером YouTube сейчас стать стало гораздо проще, особенно если вы живете в России. Вот. Ну, в Украину он тоже зашел. Так. И если у вас у канала хорошая репутация, вы можете стать партнером. Другое дело, зачем. Но об этом мы подробнее поговорим на тренинге, те, кто захочет. Вот так. А сейчас я вам еще расскажу, или покажу, вернее, о том, как же выглядят вот эти самые... Активные ссылки. Кто не знает об этом. Вот приблизительно так она выглядит. То есть здесь может быть активная ссылка на ваш сайт, так. А в качестве ссылки вот уже выступает URL вашего сайта, так скажем, или вашей подписной странички. И при нажатии вот на эту ссылку выскакивает вот такая черненькая ссылочка на ваш сайт, и сразу же у вас в соседнем окошке открывается, например, вот как в этот раз, страничка подписки. Так. То есть тепленький, достигший определенного, так сказать, ну что ли, эмоционального разогрева человек, переходит и сразу подписывается. Ему вообще уже хочется только одно. Подписаться, чтобы узнать, как же сделать вот такую вот активную ссылку. Вам интересно узнать, как делать такие активные ссылки? Кому интересно, поставьте троечку. Так. Очень хорошо. 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 Сейчас я скопирую ссылочку и дам ее. Все желающие могут получить в качестве подарка мою инструкцию о том, как стать администратором канала, то есть как зарегистрировать админский вход в канал. Это тоже определенная проблема, потому что вы сами понимаете, что если человек предприниматель, у него есть канал на этом канале, канал открывается на аккаунте Google, на этом аккаунте еще полно всяких других ценных вещей, в том числе может быть почта, может быть аккаунт AdSense, ну и так далее. Так. И не каждому предпринимателю захочется давать логин и пароль от своего канала. Так вот, с помощью этой инструкции, которую вы можете скачать, вернее, вы подпишетесь. Так. Что-то я не то дала, наверное. Ну ладно. А что же я так сделала-то? Ну ладно. Так, так, так. 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 Так я ставить, я правильную ссылку, мне ее надо найти тогда. Ладно, давайте тогда так и сделаем. Мы эту ссылку получите в рассылке. Так, у меня что-то вот под рукой не та ссылка, которая мне нужна была. Вот. Так. Угу. Нет. Нет, Антонин, мне надо ссылку на книгу администратор канала. Партнерскую ссылку на книгу администратор канала. Если есть, давайте. Если нет, значит дадим в рассылке. Да, правильно-то и направлено, но не совсем. Ладно. Хорошо. Так. Я продолжу. Так вот, значит, вы подписываетесь на рассылку, в которой вы получите эту инструкцию, и там же будет вам предложена возможность узнать о том, как делать активные ссылки. Мало того, мы с вами еще говорили, что есть возможность делать активные кнопки. Это практически одно и то же. Ну, просто кнопку вы делаете заранее на видео. И устанавливаете активную ссылку на фактически на любой... Да, наверное, это... Сейчас. Мне бы... Ну, вы ее поставьте, я посмотрю. Потому что у нас там с администратором несколько ссылок. Вот. Угу. Ой. Я забыла, что я в интернет-эксплойере, а он у меня не откроет. Ну, ладно. Как есть. Давайте пройдем дальше. Значит, мы пошли на... Еще есть один вариант, о котором тоже я говорю. Это... Да, это книга. Вот очень хорошо. Просто эта книга. И, значит, предлагается... Там и в первом письме будет предлагаться, и при подписке вам информация про то, как делать активную ссылку и как делать активный баннер. Чем отличается активный баннер? Это другая технология, совершенно другая технология. То есть использование других, несколько других, ну, что ли, функций аккаунта Google. В первом случае одни функции, в другом случае другие функции. И здесь мы можем сделать этот активный баннер с картинкой. Это иногда очень важно, особенно если вы продвигаете физические товары. Согласитесь. Лучше показать, что вы продаете. Ну, если даже товар не физический, все равно интересно показать активный баннер. Тем более, он занимает немного времени и немного небольшое по площади видео. Это не сильно раздражает людей при просмотре. И вы можете этот баннер, в общем-то, ставить и даже на видео, которые как бы не связаны напрямую с вашей тематикой. На каких-то развлекательных видео. Он будет восприниматься, ну, как может быть сторонняя реклама. Но в то же время кто-то по этому баннеру перейдет. А если вы поставите на тематическом ролике, то перейдут уже те люди, которые вам нужны конкретно. И еще одна функция, которая очень сильно влияет на продвижение вашего видео, в том числе и на то, насколько часто будут смотреть ваше видео в соцсетях, например. Это персонализированные значки. Раньше вот эти значки и вот ссылки, о которых я говорила активно, применялись исключительно только партнерами Ютуба. Честно говоря, я стремилась стать партнером Ютуба именно для того, чтобы получить вот такую возможность. Но сейчас, вот с сентября месяца, все пользователи после очень простой процедуры могут ставить персонализированные значки. А это очень важно. Сразу же можно обозначить свои видеоролики определенным цветом, например, вот как сделала мой партнер Маргарита. Все ролики о скайпе у нее голубенькие. Все ролики, которые как-то касаются технических моментов, серебряные, ой, сиреневые. Ну и дальше, в общем-то, на всех роликах есть логотип, фон, логотип, фотография, которая перемещается, как вы видите, то в середине, то где, но все равно с левого края. И есть определенные, то есть все остальное как бы меняется, но название тоже есть, что очень удобно. То есть у вас не картинка, которую выбирает Ютуб сам, а вы ставите ту картинку, которая вам удобна, и она отражает, ну, как бы суть вашего ролика. Если у вас нет картинки по каким-то там причинам, вы можете написать название, это просто целиком. Сейчас вы это можете сделать, как в фотошопе, вы можете это сделать в паркпойнте, можете сделать практически в любом редакторе, которым вы владеете. Сделать такие значки. Я думаю, что не каждый из вас знает об этих значках, о том, что он может это делать. И не каждый знает, что это существенно повышает шансы на то, что ваше видео будет просматривать в социальных сетях и вообще на встроенных сайтах. Да и на Ютубе тоже. Человек зашел, посмотрел какое-то видео, одно у вас, а потом он увидел, а тут вон еще чего, а тут вон еще чего, по этой же теме. И, соответственно, он будет смотреть, смотреть и смотреть. Ну, так вот, для того, чтобы... Я считал, что я это сделала. Сейчас. Так. Так. Ну, ладно. Вот. Значит, тогда обратите внимание, что в вашей книге будет ссылка на... На... Еще одну рассылку по... Тому, как... А, да, вы получите все, правильно. Получите вместе с предложением сделать активную ссылку, вы получите и... Видеоролик о том, как делать вот эти вот самые персонализированные значки. Как их настроить, чтобы вам дали возможность... Как настроить канал, чтобы вам дали возможность ставить такие персонализированные значки. И как их сделать очень просто в PowerPoint. Ну, и теперь мне хочется задать вам вопрос. Хотели бы вы узнать более подробно о том, о чем я вам рассказываю. То есть о специальности, фактически следующей, 2014 года, об администраторе канала YouTube. Кто хочет, поставьте десяточку. Более подробно. Отлично. Давайте мы тогда сейчас я вам покажу наше предложение, так? Вы посмотрите. И затем я вам покажу кейсы учеников, потому что меня просели, так? То есть у меня они приготовлены и учеников, и наши. Угу. Вот. Итак. У нас 15 января стартует тренинг. От тренингового центра «Звезды видео», который я представляю. Угу. Профессия 2014 года – администратор канала YouTube. Это продвижение бренда ресурсов с помощью видео. То, о чем мы с вами беседовали, ой, без малого полтора часа. Успешно закончивший тренинг получит сертификат, который мы будем рекомендовать для работы администратором канала. Ну, ко мне вот уже узнав, что я собираюсь проводить вот даже этот вебинар, несколько предпринимателей обращалось и говорилось, что мы бы хотели. Так? И тут есть два варианта. Или у предпринимателя есть какая-то группа, или же, если нет этой группы, то мы обучаем человека и, так сказать, рекомендуем его этому предпринимателю. Ну, то, что мы делали, вот я не знаю, есть ли здесь Галина. Так, то есть мы обучали и готовых. Да, у тренинга есть партнерская программа, я вам ее дам. Так, значит, Галина у нас, Галина и, то есть Галина Самбург проходила у нас тренинг, она действующий администратор. И проходил тренинг у нас член команды Павла Береснева. После, ну, результаты я вам покажу, как я уже говорила. Так, то есть это люди, которые имели уже определенный опыт и увеличили, так сказать, свои знания в несколько раз, и результаты тоже у них увеличились очень сильно. Так. Чтобы еще следующий слайд показать. Значит, вы, что вы будете уметь делать? Вот все, о чем мы с вами говорили, вы будете уметь делать с закрытыми глазами. Оптимизировать канал с четко прописанной стратегией развития. Оптимизированные видео, заточенные под тематику канала и бизнеса. Связь всех видео между собой по одной теме, что позволит их продвигать друг за другом. Увеличение подписчиков на канале, ну, вот на канале Береснева, я могу так сказать, в августе, когда мы проводили тренинг, тренинг у него было 74 подписчика на канале, сейчас больше 500. Вот это результат, причем я вот смотрю, что после где-то сентября, там таких явных изменений не проводилось. Каких-то действий, видимо, занялись чем-то другим. Но вот этот вот ком снежный, он как пошел, то есть дальше, понимаете, надо запустить процесс, а дальше он будет идти, но если не на автомате, то на полуавтомате. Дальше вы получите чек-лист запуска каждого видео, ну, в смысле, не каждого видео, а просто чек-лист для запуска, который вы будете иметь в распечатанном виде перед глазами, и каждый раз перед тем, как загружать видео, вы сможете выполнять те или иные действия. Вы будете иметь знание, как продвигать видео, как минимум 10 способами одновременно. И у вас будут способы, как определить, как опередить ваших конкурентов, как минимум на несколько позиций, в топ-10 Гугла и Ютуба. Вот, еще один момент, на который я хочу обратить внимание. У нас действует акция. Возможно, если мы сейчас наберем уже определенное количество людей, мы ее закроем, но на данный момент она есть. Акция «Пройди тренинг вместе с другом». Мы понимаем прекрасно, что для того, чтобы хорошо продвигать видео, нужна группа поддержки. Мы все участники этого тренинга будем являться группой поддержки каждого из вас. Но очень хорошо иметь группу поддержки всегда. И хотя бы из одного человека. Поэтому мы решили сделать так. Вы можете взять с собой еще одного человека. Если вы оплачиваете полную стоимость. У нас три версии, вы сейчас увидите. Значит, есть стандарт. То есть, если вы оплачиваете стандарт или ВИП, то второй получает лайт и стандарт. Особенно это удобно для инфобизнесменов, которые хотят обучить своего человека. То есть, они сами обучаются вместе с этим человеком. Это тоже очень хорошо, потому что в этом случае бизнесмен может, ну, как бы, сознанием дела на одном языке говорить с тем человеком, который у него администратор канала. Ну, и естественно, что вас это уже, наверное, интересует. Да, вот ссылочку дала Антонина. Вы можете перейти по этой ссылочке. Там вы увидите... Вы увидите... Такую табличку. Я ее разрезала просто на две части. Вот сейчас. Ну, вам-то не видно это за панелью. Это меня закрывает. Значит, есть тренинг лайт, который, ну, как обычно бывает, первая версия – это вы получаете все, что онлайн. То есть, вы зашли в комнату, вы получили, вы получили записи эфира, если вы пропустили что-то. И вы общаетесь в групповом чате скайпа. Индивидуально с вами никто не занимается, но на вопросы на ваш, в принципе, отвечают. Так, дальше. Стандарт имеет разбор домашних заданий. То есть, сразу могу сказать, если кто-то придет на этот тренинг слушать, бесполезно, не тратьте свое время и свои деньги. Нужно прийти, выделить время, то есть, вот, две недели выделить на то, чтобы выполнять домашние задания. Не накапливать их. Надо выполнять их, стараться выполнять, ну, по крайней мере, ну, как бы, ну, если не каждый день, то по крайней мере, ну, раз в два дня выполнять домашние задания, не накапливая их. Значит, у нас будет масса бонусов, вы о них прочитаете. То есть это возможные инструкции. То есть бонусы начинаются со стандарта. И естественно, что больше всего получит VIP. И вот сейчас вы можете записаться в ранний список. Так, сейчас я вам дам эту ссылочку. Так. Причем, вот Люба, она проходила раньше этот тренинг. Не было многих фишек. То есть мы не могли дать те фишки, которые были только у партнеров. Бессмысленно было говорить, если у человека нет партнерского канала. А сейчас вот даже последний тренинг мы проводили в режиме, когда все это только появлялось. И мы увидели, что есть это. Мы людям досылали потом эту информацию, чтобы они получили все, что мы могли дать. То есть это практика. Причем это практика, которая доступна практически любому возрасту. Если вы поняли, о чем я сейчас говорю, то сложнее. Будут сложные, конечно, моменты. Но, как бы, вот, знаете, это не высшая математика, не логарифмические там какие-то интегралы. То есть это, вот для меня, например, самое сложное, это вот работа с поиском ключевых слов. Но когда вы один раз вот этот канал, на этом канале найдете эти ключевые слова, потом вы будете добавлять, ну, буквально по одному, по дваму, может быть, слово на видео. Это будет гораздо проще. Вот. Значит, что я вам сейчас предлагаю? Конечно, вы можете сразу сейчас оплатить. Ну, как бы, на месяц вперед. Перейти по любой кнопке, все работает. Так? Но я прекрасно понимаю, что впереди Новый год, и на целый месяц, как бы, законсервировать деньги, может быть, кому-то трудновато. Поэтому предлагаю записаться в ранний список. Я дала вот сейчас ссылочку. Так? И вот за вами, за теми, кто подпишется в этот ранний список, сохраняются все цены. То есть цены могут у нас подрасти, потому что, ну, сейчас мы специально для вас сделали 40% скидку, в принципе, мы бы не хотели, чтобы по всему интернету гуляла именно эта страничка с такими ценами, потому что нас часто довольно-таки обвиняют в демпинге, так называемом. Так? Вот. То есть в снижении цен. У конкурентов цены не ниже той, которая у нас сейчас вот идет в среднем. В средней части, вот, причем в целой. Это 12 тысяч. 10-12 тысяч – это цена стандарта такая вот, ну, как бы, цена лайта, вернее. Все остальное гораздо выше. Вчера видела я даже виповская цена, которая, ну, где-то превышала 80 тысяч. Ну, правда, там подразумевается, что продвижение видео будет делаться, ну, как бы, за него. Но, ну, все равно цена очень крутая, на мой взгляд. Угу. Так. Ну, спасибо, Ирина. Я вроде даю то предложение, которое я считаю нормальным. Так, какие данные нужны для этой профессии? Вы знаете, в принципе, мы, конечно, дадим вам рассылки, вот, на которые я говорю, подписаться вам, мы вам дадим, какие навыки желательно иметь. Но, в принципе, данные какие? Уверенный пользователь компьютера. Человек, который может закачать какую-то программу и ее по описанию изучить. И использовать. То есть, вообще, ну, как программа минимум, это человек, который научится с нашей помощью загружать, если не умеет, конечно, загружать и правильно загружать видео на YouTube. Так, и проводить, ну, провести маркетинговое исследование. То есть, провести вот исследование, то есть, найти необходимые теги там и так далее. Так, найти ключевые слова, придумать название, написать описание. Так, ну, как правило, особенно первое время, вы пишете описание, проверяет ваш владелец этого канала. Чтобы вы там ничего не перепутали, не назвали вещи своими именами. Но, тем не менее, вы пишете описание этого видео. Так, ну, это как бы программа минимум. То есть, вы должны уметь печатать в Ворде. Ну, я не говорю, что без ошибок, потому что в Ворде есть, чем проверить эти ошибки. И со временем вы так научитесь, что у вас... А, ранний список в ссылку. Сейчас дам. А я вроде дала. Сейчас еще раз. Хорошо. Вот, пожалуйста. Ранний список ваша партнерская. Если нет наработанного материала, если вам нужно иметь, ну, желательно иметь несколько видеороликов. Так. Готовых на момент продвижения. Ну, смотрите, у вас еще целый месяц. Вы можете это сделать. О качестве видеороликов я не говорю. Вот. Если у вас вообще нет видеороликов и никакого навыка нет. Так. У вас роликов очень много. Так. Ну, прекрасно. Значит, раз роликов много, тем более хорошо. Но тут вот Людмила спрашивает. Если нет наработанного материала, будет сложно. Значит, мы делаем все. Единственное, что мы не делаем на этом тренинге, это мы не создаем видеоролики. То есть, подразумевается, что вы видеоролики имеете. И вы, то есть, вы их можете иметь на компьютере, вы их можете иметь на канале уже. Это неважно. Мы все это будем оптимизировать, смотреть ваши варианты, загружать. А, еще раз, ранний список. Я ей дала. Так, Антонин, я дала как раз в ранний список, вот я ссылочку дала. Вашу партнерскую вот списочку, ссылочку. Вот. Так. Как много иметь видеороликов? Для продвижения, ну, мы пробовали и один продвигать, но понимаете как? Так, если у вас будет три видеоролика, будет еще лучше. Если пять, совсем хорошо. Так, больше мы просто не, вы просто не успеете продвинуть. Так, но и пять, может быть, не успеете продвинуть, а будете, просто мы выберем тот видеоролик, который имеет смысл для начала продвигать. А потом остальные вы продвинете самостоятельно. Вы знаете, нет программы, в которой можно сказать предпочтительнее создавать видеоролик. Какая у вас есть, какой вы овладеете, такой можно создавать. Я предпочитаю Камтазию. Ну, как бы универсальная программа. Но у меня есть ролики, созданные в Мои Мекере. У меня есть ролики, созданные в разных программах для создания слайд-шоу. Все они продвигаются. Понимаете, как вы создадите видеоролик, совершенно не важно. Вы его можете снять на фотоаппарат, можете снять его на телефон, причем с плохим разрешением. Так, его будет неудобно, может быть, показывать большому количеству людей, но YouTube его продвинет, если вы сделаете все правильно. Мы сейчас с вами... Так, давайте я сейчас отвечу на вопросы. Так, где еще, в какой программе. Так, все сейчас. И давайте я сейчас закрою вот эту презентацию, открою вам, показать наши результаты. И результаты наших учеников, как просили. Хорошо? Так, ну ладно. У меня там еще заглавный слайд был, что это все наши. Так скажем, с Маргаритой, то есть звезд видео. Ну, пошли дальше. Давайте я сейчас включу на автомат. Ну вот. Видеоролик в поиске. То есть в поиске на первом месте 356 миллионов просмотров. И это 13 миллионов просмотров на первом месте. У вас это будет в раздаче, вот это материал. Так, первое и второе место наше. Первое место. Здесь 293 тысячи запросов. Здесь 12 миллионов запросов. Это активная ссылка. 12 миллионов запросов. Первое место. Вот роль видео в бизнесе с Павлом Берсни, моего у меня постоянно крадут, 14 миллионов. Как перестать ждать зарплату. 6 миллионов запросов. Тоже на первом месте. Так, мудрость года змеи. К прошлому Новому году. 2 миллиона. Здесь миллион с лишним. Это черные кошки в ночь на Хэллоуин. Так, здесь что? Открыть... Как открыть канал на Ютуб. Тоже 11 миллионов просмотров. Ссылка на сообщения в социальной сети. Интервью с Сергеем Змеевым я обошла первый канал. Я очень этим горжусь. Секреты победителей. Миллион с лишним. Запросов тоже первое место. Подсказка подписчику. 4 миллиона. Да, запись этого вебинара будет. Тем, кто подписался на рассылку этого вебинара, насколько я понимаю, будет запись. Так, вот теперь пошли ролики Маргарита. Они тоже, как вы видите, в топе. Топ-1, топ-2. Вот. Скайп, например, это может. 207 миллионов. Подумайтесь, так. Откровения экспертов видеомаркетинга. Ютуб. Все первые места заняли. И в Гугле все первые места. Тоже миллион. Почти полтора миллиона запросов. А здесь уже миллиард. Как загрузить видео более 15 минут. Миллиард с лишним запросом. Представляете? И находится в топе. Так, полмиллиона. 22 миллиона. Что такое тайминг запросов? Видите, сколько? Угу. Вот. А, ну вот, на странице саммита будет. Смотрите. Как удалить фон на картинке? 1 миллион 800 тысяч. Почти 2 миллиона запросов. И вот мы в топе, опять же. Так. Фон на шапке в Твиттере. Вот, пожалуйста. Так. Притчи здесь продается все. 858 миллионов запросов. И тоже в топе. Точно повторился слайд. Ну, не важно. Создание плейлиста на Ютубе. Третье место. Ну, тут 532 миллиона. Здесь тоже миллион 500. Ступени лидерства. И теперь вот, пожалуйста, видеоролики. Некоторые я сюда ставила. Не все. Что это? Вот, пожалуйста, Павла Береснила. Полмиллиона системных. Как научиться нырять? Казалось бы, что такое? А 776 миллионов запросов. Старые фонари. Вернее, фонари при Балтике. Тоже 10 миллионов. Красивое платье. 721 тысяча. Летнее платье. До еще 2013 года. Очень много картинок. А вы видите вот одно. И оно, видите, на четвертом месте. На первой страничке. Причем вот это... У людей были 2, 3, 4 видео, может быть, на канале. На канале оптимизировали. Так, видео раскрутили. Так, что у нас? На этом закончилось что-то? Все? Нет, у нас, по-моему, еще есть. Ну-ка, это что? Это просто подвисло. Ну, там будет, по-моему, английская грамматика. Мы с этим вот видео очень долго возились. Здесь очень большая конкуренция среди видео. Мы долго не могли продвинуть... Вернее, вот английская грамматика. Выбрали ключ. И нам многие видео мешались, но мы их обошли. Причем вот то, что я вам показала, это некоторые видео стоят у нас в топе. Вернее, не стоят, они продвигаются все выше, выше и выше. Продвигаются уже в течение года. Вот это видео, когда мы его продвинули, мы были просто счастливы. Оно у нас было на 9-м месте. Сейчас оно, по-моему, на 5-м месте по этому запросу. Английская грамматика. И впереди нет ни одного видео. То есть мы все видео обошли. А до этого было несколько видео впереди, соответственно. Три или четыре видео. Вот. То есть они не просто продвигаются, эти видео. Они там, будем так говорить, застревают или как же это сказать. Они там остаются в этом топе. Конечно, их можно подвинуть. Если придет человек, знающий, как это сделать, он может его подвинуть. Так как таких людей очень мало, то, в принципе, если вы проверяете, ну, хотя бы раз в месяц проверяете те видео, которые вам нужны на данный момент, и вы заметите, что кто-то, так сказать, вас пытается потеснить, вы сделаете еще какие-то там телодвижения. И, ну, по крайней мере, сохраните свои позиции. Может, их не улучшите, но сохраните. Цель ваша, в принципе, не стать на первую позицию. Конечно, стать на первую позицию – это вообще. А цель – войти, выйти в топ-10 гугла. Почему в топ-10? Ну, потому что, вот, вы знаете, вот, у нас очень много людей хотят посмотреть видео, а не читать, например, справочник по грамматике, который стоит на втором месте. А он хочет посмотреть видео и получить эту информацию. Так, и даже если видео стоит на пятом месте, как вот это, или на шестом, сейчас, вот, месте, так, то откроют, скорее всего, первым видео. Поэтому попасть, самое главное – попасть на первую страницу. И вот эти результаты очень часто у нас люди достигают именно в ходе тренинга. Иногда в ходе тренинга это не получается, потому что просто времени не хватает. Но они видят уже прогресс, то есть, вот, например, они видят видео на, там, предположим, на 40-м месте в гугле, на следующий день, или там, через день они видят его на 25-м месте. И в конце концов, да, и в конце концов идут, нет, миллионы не просмотров видеороликов, нет. Результат, вот, те результаты, которые здесь подчеркнуты, Ирин, это результаты запросов людей, которые хотят узнать про английскую грамматику. Вот, 344 тысячи человек хотят узнать про английскую грамматику. Они делают запрос в Google английской грамматике. Так? И вот, когда они делают этот запрос, у них открывается страничка, вот такая страничка. И на этой страничке они видят то, что видите вы сейчас. И здесь видео, это первое среди видео, оно первое. И очень большая вероятность, что перейдут на это видео. А перейдут на это видео, получат ваше коммерческое предложение. Ну, в частности, здесь вот подписаться на, вернее, приобрести курс ускоренного изучения английского языка. Вот, а есть, вот, ну, то есть у нас есть кейсы, где вот этих запросов не тысячи, а миллионы и миллиарды. Я сама вот, иногда я сижу и вот эти нули считаю, и я, мне очень трудно сориентироваться. Я просто понимаю, что 344 тысячи – это гораздо меньше, чем 344 миллиона или, например, 3 миллиарда. Но есть и такие. Так? То есть среди вот такого количества, ну что ли, запросов, то есть чем больше запросов, тем, соответственно, на эту страницу придет больше людей. И, соответственно, вот, то есть находиться на первой странице при таком большом количестве трафика, так сказать, на нее, это очень и очень важно. Ну и 344 тысячи на ваше объявление, которые ничего не стоят, вы думаете, вы за это не платите. Это не Яндекс.Директ, за который с вас сдерут три шкуры и еще неизвестно, что вы там получите. Угу. Ну, количество просмотров, видеороликов, вы знаете, для того, чтобы попасть в топ гугла, у вас может быть, ну, 100-150 просмотров. Может быть, конечно, и больше потребуется. Но, понимаете, тут важен алгоритм, так скажем, соблюсти. Важно соблюсти правила, важно попасть, как бы, вот в этот поток Ютуба, попасть в правила, так называемые, 48 часов на раскрутку. Вот если вы в него попадете, если вы выполните те условия, о которых мы вот очень подробно рассказываем, понимаете, мне не то, что жалко вам сейчас рассказать, так, но просто временно мы уже два часа говорим. Вот, у меня максимальное количество просмотров одного видео, это Анна Герман сегодня на, в начале, когда еще мы только готовились, я включала этот видеоролик, у меня больше полмиллиона просмотров. То есть больше 500 тысяч просмотров. Да, правила известные, то есть вам надо будет их только, только, вам их не надо будет искать по всему интернету, вам надо будет прийти на этот курс, изучить эти правила под нашим руководством, причем не все сразу, а постепенно. То есть в течение вот этих двух недель мы будем на практике их отрабатывать. Ваши каналы из, ну, я не знаю, конечно, как у кого, но в основном у всех каналов это кладовка или свалка, превратятся в красивые, так сказать, в красивые галереи. Картины, так, в которые вам начнут приносить, приводить вам дополнительных клиентов на ваши сайты, на ваши подписные странички, на ваши коммерческие предложения. Так было у нас, да, вы получите готовую инструкцию, как это все делать. Мало того, вы это все получите в видеозаписи, в текстовом формате, но особенно те, кто вот возьмут стандарт и VIP-комплект, у вас будут записи, то есть у вас будут инструкции в текстовом формате, не только в видеоформате, но и в текстовом формате, что для работы последующей, это, ну, ускоряет, так скажем, работу над продвижением видео. И вы, у вас будут чек-листы на вот все ваши действия. То есть вот вам нужно составить описание, вот у вас есть, так скажем, варианты, вы выбираете, ага, мне надо вот описание с таймингом сделать, мне нужно сделать транскрибацию того, о чем рассказывает человек, или же мне нужно сделать описание своими словами, так, к примеру. Да, вы получите, у нас еще не было такого человека, который бы не продвинул свое видео, если он начал его продвигать. У нас были люди, которые пришли, послушали и сказали, что они это будут делать после. Так, и были варианты, когда нам присылали видео, которое действительно после продвигалось. Были такие, которые не заканчивали, как говорится. Ну, тут мы решили, так как мы даем, обучаем не просто продвижению видео, а готовим администратор канала, мы будем подходить к этому немножко строже. Отчислять мы никого не будем, но просто сертификат у нас получат те, кто выполнит все задания, чтобы нам не приходилось сокраснеть, что кому-то из предпринимателей мы посоветуем недоученного, как говорится, человека. Мало того, вот у нас есть в комплекте для стандарта у нас две консультации, для ВИПа у нас четыре консультации, и вы можете, в принципе, эти консультации оставить на рабочее время. Ну, и я думаю, что если вы начнете работать, у вас появятся во время работы какие-то вопросы, естественно, мы найдем, каким образом их разрешить. То есть вы не останетесь одни, мало того, вы не останетесь одни, и при продвижении видео, это тоже очень важно, у вас будет группа поддержки, то есть у нас будет скайп-чат, который останется, пока, как говорится, скайп работает, вот, то есть он останется с вами, вы будете в нем общаться, и у нас постоянно девочки общаются, постоянно девочки, мальчики, в общем, все, кто учится у нас. Так, ну вот, у меня здесь вот присутствует, по крайней мере, два ученика, Ирин, которые уже прошли обучение, так, если хотите, так сказать, вы можете с ними связаться, потом я знаю, что в вашей команде есть человек, который тоже хотел бы пройти этот тренинг, так что, вот, определитесь, мы, в принципе, не против. Как на Аталата срожили? Я дала на подписку ссылку. Вот это. Сейчас я, подожди, я сейчас его, в этом, у меня интернет-эксплойер не работает так, все-таки не открывает. Галина, вот эта ссылка, она идет именно на подписку. в ранний список. Список... Ой, сейчас я ее выкручу. Там форма подписки стоит. А идет это, видеоролик на ней. И в этом видеоролике, кстати говоря, есть активная кнопка. Так, вот, знаете, на книгу, на книгу, на книгу, сейчас я найду. А, это на книгу у нас у этой, у Антонина, все правильно, ага. На книгу. Вот, если вы подпишетесь в ранний список, то, в принципе, мы вам и книгу скинем, и другие предложения тоже скинем. Так, и эти же предложения, которые у нас есть, вы можете забрать у Ирины на, то есть, на страничке подарков саммита. Угу, хорошо. Ну, теперь уже все есть. То есть, еще раз говорю, кто хочет, то есть, понимаете, мы понимаем прекрасно, что за месяц, в общем-то, оплатить достаточно сложно. Так, да, вот, главное, это поторопиться записаться по предложенным ценам, так, и канал продаж у нас будет, скорее всего, 12-13 января открыт. Но об этом вы тоже получите письмо в рассылке, на которую подписались, так, вы сможете спокойно оплатить, так, эти, уже вы, во-первых, знаете, уже планируете свой бюджет. Так, так, сможете оплатить, если хотите, можете сейчас оплачивать, мы примем, то есть, все кнопки рабочие. Это уже для каждого из вас ваше желание, как говорится, так. И еще, значит, не забывайте про то, что вы можете прийти с другом. За это время вы можете найти желающего друга и прийти. Ну, вам дали ссылку на, значит, вот на ссылки, скиньте еще тогда на ценовой сейчас. Сейчас я найду. Да, вот правильно, тренинг админ кончается, здесь цена. Так, а вот там, где написано тренинг, кончается на букву П, это подписка на в районе списка. Вот если лайт, то с другом нельзя. Или ищите друга, который оплатит стандарт, а вы пойдете в лайт тогда. Но вы покупаете стандарт, так, идете вдвоем. То есть, вы платите лайт, а друг платит все остальное. Тут все очень просто. Да, вы знаете, я влюблена в видео. И когда, ну, два с половиной года назад я нашла способ монетизации своей, влюбленности, так скажем, своего хобби, я была очень счастлива. Я продолжаю быть счастливой, потому что, в принципе, я занимаюсь любимым делом. Я вам всем желаю, чтобы вы нашли это любимое дело. И пусть вы найдете это в рамках саммита и академии. Пусть вы определитесь и пусть у вас все сложится. Потому что, знаете, вот это очень приятно, когда вы занимаетесь именно тем, что вы любите. Ну, и я, наверное, передаю слово теперь. Да, свое место в жизни, найти свое место в жизни. У вас, может быть, даже, ну, как бы два хобби или два увлечения. Но это будет ваше увлечение, и вы вот этим занимаетесь. И вот этим, например. И вы прекрасно знаете, что каждое ваше увлечение дает вам возможность, в общем-то, жить за его счет. Да. Хорошо. Я тогда с вами, если позволите, прощаюсь. Передаю слово организаторам. Было все очень интересно. Вы были великолепными слушателями. Мне было очень приятно с вами работать, несмотря на то, что я тут некоторые вещи, так скажем, ну, может быть, не совсем так делала, как хотела, но тем не менее, это и есть. Спасибо. У меня закончится тогда запись. Да, заканчивайте. Спасибо большое, Светлана. Спасибо. Спасибо.